Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую, с вами Арсений Исенин Треноженко и Алексей Ухомлецкий Карта Оверпасс противостояния, команда Фнатик и команды Виртус Про продолжается Только что Фнатики обыграли команду Виртус Про на Дасте и заработали 3 очка Но теперь, возможно, ждет ответчика от ВП, потому что на Оверпассе Фнатики играют нечасто Но, опять же, судя по всему, стали тренировать эту карту Ну и надеемся все-таки, что как бы там ни было, на самом-то деле, Даст у нас получился интересным И счет был 16, если я не ошибаюсь, 12, да, или 16-13 Но в любом случае Виртус Про продемонстрировали интересный Counter-Strike Они довольно-таки хорошо сопротивлялись, Фнатики были, конечно же, опять на высоте И сейчас мы будем наблюдать Оверпасс, который мы буквально позавчера смотрели матч Нави против Астралис И видели здесь очень интересную картину Нави проиграли на этой карте за террористов со счетом 2-13 А потом совершили камбэк за Дефенс со счетом 14-1 Они все-таки вырвали 3 очка у своих оппонентов из Астралис Ну и посмотрим сейчас, интересно, Виртус Про начинает в защите Фнатик в атаке, пистолет очка 5 блоков, кстати, у нас у ребят с команды Фнатик И парни будут нацелены только лишь на стрельбу То есть никакого смока на балкон, там, смока на длину и так далее нету Занимают Фнатики по аналогии, кстати, со многими коллективами длину И, скорее всего, будут сейчас через туалет перемещаться в туннели И пойдут со временем на Б-плеер Ну так делают сейчас абсолютно все современные топ-команды Клуж попадает в хедшот по Снаксу Моментально забирает своего оппонента Но был игрок на банане Это Паша Бицеп Забирает Клуж в ответ Начинает жить и смещаться здесь туда-сюда Живи Заходит Смок, старается найти своего соперника Паша Паша, заметит ли? Тем временем ТАСС разбирается там с ребятами на А-плинте И команда Фнатик вся пала Остается один-единственный Живи Который вместо того, чтобы, наверное, помочь своим парням на А До конца стоял и воевал с Пашей Точнее, пытался его найти И в итоге был бесполезен для этого раунда 1-0 Ребята с команды Виртуз Про берут пистолетку на оверпасе Великолепная игра от поляков И Фнатик сыграли довольно-таки прямолинейно Пятером пошли просто на точку А Были танцы через длину Танцы через в туалетах Паша Бицепс поработал там хорошенько Сделал минус и выжил И в конечном итоге Фнатики сейчас делают форсбай Бегут в район детской площадки Пытаются занять эту позицию Но, в общем-то, для полноценной атаки, конечно, этого будет недостаточно Нужно будет пробить еще какие-то точки Есть у нас поджимчик небольшой от Виртуз Про И вот непонятно, зачем На самом деле Снакс действовал один Напоролся он тут на Дживишку Дживишка забрал Снакса И в меньшинстве Виртуз Про будут пытаться разрулить этот раунд И не отдать заветный, скажем так, второй раунд Было бы неплохо все-таки Виртуз Про сейчас закрепиться в экономике Единственное, что вот Зачем Снакс сыграл агрессивно, очень непонятно Сейчас Фнатик перегруппировывается Стягиваются ближе к Флюше И тут, судя по всему, Фнатики решили пойти на точку Б Тасс у нас пока что на халпе Готов принимать большие пески Рядом с ним Бьяли Ну и, в принципе, комбинация неплохая Если Тасс первый заметит выход Он, возможно, сфокусирует на себя и игроков И тогда включился Бьяли Но тут немножко вышло что-то по-другому А то Бьяли погибает Из-за того, что его обнаружили первым И все теперь плохо для команды Виртуз Про Тасс продолжает играть на халпе Забирает нас Ол оф Мейстер Ситуация 3-4 Бомба стоит Тяжка пошла от ВП И все неплохо становится Нео забирает нас лучше А то это Деннис вместе с Кримзом Деннис, правда, забирает Тасса Погибает также Нео выходит Деннис дальше пушит Пашу И забирает раунд для своих парней 1-1 в пользу Ну, ничью Но все-таки мы понимаем Что это в пользу команды Фнатик Потому что Рассыпается экономика команды Виртуз Про И денег теперь нету Ну и Снакс Минус 300 долларов от зарплаты Потому что пошел Отдался в начале раунда 1 И в конечном итоге Виртуз Про Были довольно-таки близки к тому Чтобы разрулить этот раунд Но Удачные действия игроков команды Фнатик Все-таки позволили забрать им раунд И вот 1-1 И вынуждены Виртуз Про форсить в ответ Есть Скаут Две ЦЗшки И две Два пистолета По-моему, это 5-7 Да, если я не ошибаюсь Но не суть важна Суть в том, что Вот Как классно отыграли в пистолетном И как плохо отыграли на Форсбая противника Виртуз Про К сожалению Загнали себя в плохую ситуацию Сейчас Паша поджал Банан Вернее, длину Услышал, что там есть игроки Противника Уже Флюша сделал минус нео Паша по-прежнему ждет Будет заходить сейчас в спину Тасс Оцелевает нас Дживишку И ситуация 4 в 4 Лофмейстер Теперь о нем Неплохо работает на банане И оцелевает Паша Бицепса Находящегося на столах Ну и бонус Скоро становится на Апленте Ну а Виртуз Про Не побоялись В итоге быстро запушили Позицию На которой находился Лофмейстер И может быть что-то получится Первый, второй арморы Калаш убьяли Нет партой фузов Ну и флуш забирает Снакса В какой-то момент Понимают, судя по всему Игроки команды Виртуз Про Что не стоит уже рыпаться И пушить Аплент Потому что Совсем все плохо Хотя нет Иду до конца Деннис попадает в одного Попадает в второго Ну и тут действительно Стоило, конечно же, засевить Ребятам из команды Виртуз Про Дефузов нету И как они Как бы они не пытались Сейчас классно сыграть Все равно Позиции игроков в атаке Были хорошие Они, собственно, организовали Перекрасный огонь И забрали своих соперников Ну вот вроде перед картой Мы прикинули шансы На то, что у Виртуз Про Вроде как даже повыше Чем на Дасте Чтобы выиграть эту карту Оверпасс Начинают за Дефенс Все неплохо Взяли пистолетку И сейчас мы видим Что на самом деле Утратили ту инициативу То преимущество Которое было у поляков Отдали Форрс Бай И вот у нас сейчас Будет интересный экшен Виртуз Про Вернее Фнатик идут на Б Виртуз Про Как раз здесь делали засаду Коктейль Молотова У нас прилетает На бочке Моментально Деннис Забирает нас на акции Ситуация 5-4 Тем временем Тасс погибает Биалли делает размен Старается Биалли максимально Остреливает живи Хороший кодшот Что творит Биалли Но приходит вовремя Деннис Остреливает Пашу Бицепса Нео играет на халпе Нео Нео забирает Кримзабом Падает малые пески Крайне затруднительное положение Для команды Снатик Потому что Нео стреливает Также и Денниса Но по ХП По ХП просели ребят С командой Виртуз Про И Флуша Сейчас если попадет Буквально по одному патрону Своих соперников Второго раунда Он все равно возьмет Нео подбирает оружие Паде 50 Играет крайне аккуратно Ему нужно жить Ему возможно Стоит как-то попытаться Пройти вообще на халпу Например Но опять же Флуша четко Принимает эту точку Смотрит право Смотрит лево И примерно знает Где находится Нео Флуша чекает бочки Кстати Как-то в момент подумал Что Нео мог прокрасться Именно туда Оп Оп Только что Нео мог Мог забрать Кто кого И все таки Теперь уж уж точно Знает где находится соперник Это 3-1 польза Фнатик Ну и там кстати Я бы пожурил Биали Который в ситуации 2 в 1 Зачем-то Имея мало Крайне мало хп Зачем почему-то Вылез постреляться Своим оппонентом Не знаю Что он хотел там увидеть И собственно Он увидел там Свою смерть И в конечном итоге Ситуация закончилась 1 в 1 Но это был Эко раунд Довольно таки неплохо На нем отыграли Виртуз Про Еще становится 1-3 И первый девайсный Уже Сейчас Поляки готовы Встречать своих оппонентов Посмотрим Чем это все дело Закончится Есть АВП У Джи Ви И в Виртуз Про Играет без АВП Слушай Ну ходят у нас Ближе к своим парням В сторону Аплента Абом пока что лежит Минут 30 до конца Денис на позиции Олаф тоже Ребята из команды Виртуз Про Тоже как-то объединились Там в кучку Втроем принимают Нет Вдвоем принимают Бэплент А вдвоем на банане Та же самая подсадка Ну похоже Подсадка У нас была в пистолетном раунде Снак готов принимать Туннели Готов принимать Подходы на туалеты Ну и Фнатики Халдят Играют аккуратно Ждут Ждут Пока Пройдет какое-то время Возможно ждут Пока Виртуз Про Кидают гранаты И соответственно Эффект этих гранат Тоже пройдет Ну и пассивно Сейчас Фнатик Они никуда не торопятся Есть Кримк Ближе к Зигу Который Готов в любой момент Зайти в спину Возможно как-то Фейковать эту позицию Это плюс конечно же Для Фнатик Фнатик сейчас В районе туалетов Находятся Будут пробивать Эту позицию Играют очень медленно Никуда не торопятся И вот Не проиграют ли здесь Фнатики по таймингам Потому что здесь Все таки Нужно было бы действовать Немножко динамичнее Снак сделал минус GV В большинстве Находится Виртуз Про Снак еще хорошо поработал Сделал еще один минус 5 в 3 Для Виртуз Про И Вероятность Довольно таки большая Зацепиться за этот раунд 20 секунд до конца И тут уже наверное фнатикам нужно думать о сэве Флюша отходит С бомбой В сторону B Кримс в это время Пытался зайти на плент B И умер Флюша все таки не сдается 15 секунд Нет Передумал парень Ну уже действительно Уже некуда Просто-напросто Задетекти Он человеком в спине Пошибиться В это время Делал Лофмейстер Минус И с Накс Отлично поработал Если не ошибать Троих Он убил в этом раунде Счет для Виртуз Про 2-3 Сумели поляки все таки Да Затащить свой раунд Сумели И самое главное Учитывая то Что сейчас У Фнатик Нет денег То Виртуз Про Рискует Нормально Отожраться По экономике И в общем-то Может быть Исправить свою ошибку Ну тут кстати Ты правильно сказал Рискует Потому что Фнатики В любом случае С пистолетами Очень опасны И Поэтому Для команды Виртуз Про Это действительно Риск Нужно постараться Дело в том Что Как бы классно ВП не отыграли В прошлом раунде Фнатики сейчас Могут смело Ответить Будучи с пистолетами П-250 Мы уже видели Насколько круто Они Это делали Как раз таки На оверпассе Взяли раунд На точке Б Два человека У нас У команды Виртуз Про Сейчас принимает Аплент Правда Прибежал еще один Пашка Бицепс Находится на длине Снакс бегает Между бананом И длинным Как раз таки Ну и два Извините Я Правда сказал Это А Ошибочка Оговорился Ну и два человека Как раз таки На точке Б Снакс Возле контейнера Готов принимать У нас туалеты Чекает длину И по таймингу Команды Виртуз Извините Фнатик Сейчас все хорошо Они подошли вблизь Начинают нашивать Тем временем Снакс приходит Забирает Все-таки Денниса Чекает длину И прилетает Флешка Должен открываться Паша Бицепс Он подключается Но не попадает Своего оппонента Решил пойти И сыграть агрессивно А Кримс Как же четко Законтролил С Диглом эту точку Рассыпается Нео И у команды Виртуз Про Огромные проблемы Таз пришел на помощь Какой царский стрет Таза Оцеливает одного второго Она погибает от Кримза Остается Бьяли Коктейль Молотова Просто очень хороший На халпе И Бьяли вынужден Менять свое место Месторасположение Но он приходит на банк И попадает неплохо По пленту Однако выживает Там игрок атаки У Кримза 2% У него 2 килла И Флеша играет с ВП Флешка за контейнером Правда Решил по-моему Сыграть с пистолетом В руках Но Бьяли знает Примерно где находится соперник Нет Не проверяет Он Кримза И это четвертый Для команды Фнатик Причем 2 эко-раунда Парни взяли Ну что это такое Ну я не могу Ну что это такое Ну парни Ну как Ну тащим Ну боремся Ну показываем силушку Богатырскую И потом просто берем Вот так вот заливаем Просто ну Ну раунды Ну как Ну нельзя так Нельзя Нужно Играть собраннее Тем более против Фнатиков Фнатикам много не надо Им дай чуть-чуть Где-то слабину Они тут же ее реализуют В общем-то так это происходит Счет 4-2 И вынуждены в Virtus.pro Делать эко-раунд Сейчас поджимают фонтаны Уже врываются Отчетные Здесь тут площадки Да Очень похоже Если честно Вот ситуация Сейчас на матче С командой Envious Тоже парни Часто отдают Какие-то раунды Но потом берут Волевые И команды Которые против них играют Часто эти волевые раунды Отдают оппонентам И вот казалось бы Если бы не те раунды Фнатика бы сейчас лидировали Не 5-2 А скорее всего Проигрывали Если еще там 5-2 И играли бы за слабую сторону На карте оверпасс И как бы все было хорошо Для Virtus'ов Но все наоборот Фнатики за слабую сторону Ведут 5-2 И по-моему Мой прогноз В котором Я поставил Локоваду Virtus.pro Тоже пока что Медным тазом накрывается У поляков Мало что получается Они взяли 2 девайсных Все потом Отдавали И фнатики Конечно же Нацелены взять Ну как минимум 7-8-9 раундов За слабую сторону На оверпассе Медным бородатым тазом Нио поджимает шарики У него хорошая позиция Делает минус Деннис выбивает бомбу Паша бицепс Снакс в это время Делает минус Дживи И отличный вариант Для Virtus.pro Взять этот раунд Паша делает еще один Отличный минус Кримс Который перед этим Сделал минус Снакс Плюша Который был перед Б Остается один Сейчас он идет В туннели Будет пытаться Выйти на шарики И Затащить этот раунд Непонятно Зачем он дропает АК Подбирает АВП Не знаю Может быть уже прицел На сейв Посмотрим как оно будет В любом случае Отличные действия От Virtus.pro И счет становится Ну скорее всего Для них 3-5 Да скорее всего Ты абсолютно прав Уходит Слушай у нас на сейв Подбирает бомбу И Этого естественно Снова не слышал У нас Паша бицепс Слушай прочекать И Слушай погиб 5-3 Пользуя командой Fnatic Бонусом для команды Virtus.pro Является тот момент Что Погибал Пока что всего лишь Один тиммейт Соответственно нужно Поделиться девайсом Со Снаксом Ну и вроде как С деньгами проблем Никаких не будет Но Fnatic Который раз Делают хорошие полноценные бауни Вторая армора Плюс калаши У GV появляется Снайперская винтовка Пришлось купить Не засейвил Слушай в прошлом раунде Ну и куда пойдут Fnatic Вроде как Идут на точку B И Пойдут скорее всего Довольно таки быстро Коктейль молотова Откидывает у нас На бочке Не сумел Подойти у нас Биали на свою позицию Прилетает флешка Большие пески Фнатики уже вышли Ну и при этом Слишком мало В хп мне кажется Они потеряли на этом выходе И можно теперь Разыгрывать тот раунд Флуш правда уходит Ближе к зигу Биали немножко проседает В этот момент Стяжка пошла От команды Virtus.pro Точнее они уже На пленте B И как минимум Втроем А то и в четвером Принимает эту точку Флуш пока что Никого не видит Принимает на спину Готов проходить Через зигзаг От Олафа Отличная стрельба Вдвойне от Олафа Отслевывает Биали Также Таз на нем На малых песках Отслевывает наконец-таки Олаф Мейстера Уходит дальше на халпу Флуша подставляется Ситуация 3 на 3 Вроде как стабилизировали Ситуацию пары с командой Virtus.pro Неплохо Минус Деннис Дживи остается Один против троих И по-моему Его слышали Играет он через зигзаг Ну и с Накс Как раз таки нацелен На эту позицию Дживи занимает У нас цемент Смог развеивается И вот теперь-то точно Кто-то его заметил Дживи Забирает Таза Но Паша бицепс на чеку Это 5-4 Virtus.pro справляется И вытаскивает раунд 3-5 Отличная игра от Virtus.pro Действительно Находясь в меньшинстве Они переворачивают Фактически проигранный раунд В свою пользу Вытаскивают его все-таки Я бы отметил действия Фнати Которые в этом раунде Сыграли довольно-таки быстро Решили парни Что возможно им не хватает Скорости в их атаке И в общем-то Довольно-таки быстро Они заняли точку B Серия разменов Но к сожалению для них Раунды не проиграли Сейчас Эко Снакс Играет агрессивно На фонтанчике Все-таки отходит Отдает эту позицию Там довольно-таки Большое казино От Фнатик Практически все Там находятся За исключением Одного игрока Который танцует Перед Б Это пуша Не знаю Видимо пытается на себя Стянуть Большинство игроков Команды Virtus.pro Но Virtus.pro Верно себе Продолжает держать 3-2 При этом Вот эти вот парни Снакс И если я не ошибаюсь Кто это у нас Паша Бицепс Да Работает перед туалетами Они являются основными Основной упорной силой На позиции Точки А И вот сейчас Если фнатики Наткнутся на эту стену И получат Много демеджа То Virtus.pro Все-таки выиграет Эту карту Вернее Не как Я поспешил И вот эта стена Рушится Нео Все-таки остается Один на планете Делает два минуса Делает третий минус Последний патрон Был В этом Как он назвал Айяяй В голову Это вообще Просто Просто Найс Нео Один патрон В обойме И он стреляет На отмашь И ставит Хэтшот Великолепный Сепорт После того Как зафейлили два братюни в начале туалетов, Паша, Бицепс и Снак все-таки у него исправили ситуацию. Счет 5-5 и Virtus.pro выравнивает и счет, и игру в целом начинают набирать за дефенс. И все-таки показывают, что, скажем так, те отданные экораунды, это было небольшое недоразумение. Мур-мур-мур-мур. Я ламповая няша. АВП у нас у Паши Бицепса, М-очки от команды Virtus.pro. Очень хорошую игру демонстрируют поляки. Наконец-таки тот уровень, ну, хотя бы АИМа, который должен быть у топового коллектива. Коим пока что Virtus.pro, конечно же, являются. Но почему я говорю пока? Потому что фейзы наступают, потому что СК мы видим наступают. Да и очень серьезно подтягиваются у нас очень многие команды. Олаф Мейстера. Немножко побили. Уходил он в туннели. Понял, что не стоит этого делать, потому что в туалетах играет близко игрок к защиту. Естественно, он собирает информацию. Флушка смотрит пока что выход на туннели. Поджимает у нас длину. Снак словит флешку. Находит Олафа. И стрельба совсем не пошла. Таз действует на хелпе. Готов прошивать своих соперников, но соперников в ответ щьют. Снатик преимущества. Уходят вроде как на Апленд. Ну а за Апленд возвращает у нас пока что всего лишь один игрок защиты. В итоге, если пойдут снатики на Апленд, тогда у шведов все получится. Если не пойдут, тогда возможно Virtus.pro возьмут снова раунд и выйдут вперед. Начинается раскидка в Апленд Таджи. Ви действует возле цемента и будет заходить через зигзаг. Слушай, наказывает нас в Биале. Падает у нас основной игрок команды Virtus.pro. Таз ослевает флешку. Денис ослевает Таза. Ситуация 2 в 4. Нео на хелпе. Рядом Паша Бизов. Хэшка прилетает от Паши на Апленд. Бомба стоит у нас. Денис Прейд минус Нео. Паша Бицепс 1 в 3. И естественно, все-таки фнатики не дают полякам выйти. Хотя будет стараться, естественно, Паша Бицепс. Ну, Паше нужно было, конечно же, сейвить. А не пытаться там взять раунд 1 в 3 с АВП. Практически в мертвой ситуации. Бомба стоит. И Паша пытался прокрасться. И не знаю, что он там пытался сделать. Ну, собственно, на самом деле, может быть, и не было уже возможности просто засейвить. Он понимал, что не дадут отойти. И с экономической точки зрения, крайне важный раунд сейчас для Virtus.pro. Они делают бай. Есть 2 ЦЗшки, ФАМАС и 2 Мки. Тогда как у Фнатика все хорошо по деньгам. Ну и все-таки я сохраняю. Надежду на то, что Virtus.pro продемонстрирует отличную атаку. И им, в общем-то, этих... Ну, снакс. Ну, боженьки мои. Ну, что же это происходит, братюнь? Я не можем. Ну, в прошлом раунде там стрельба явно не пошла. Тем более был полуфлэшоный. А вот в этом даже не знаю, что это дать. Просто он уже не первый раз это делает. Он играет агрессивно, играет один. Он играет без суппорта, играет один. Вот уже на моей памяти даже вот те раунды, когда они отдали в форс баю, да, он точно так же поджимал и так же умирал один. Ну, просто вот, не знаю. Ну, что ли не идет, может быть, знаешь. Может быть, какому игроку как раз и нужна уверенность в таких ситуациях. Вот я пойду сейчас, дам в голову и мы выиграем. То есть, а и когда не клеится, соответственно, рушится немножечко, не получается у команды. Просто с точки зрения экономики, очень плохой раунд для Virtus.pro. И играть агрессивно, мне кажется, вот в Fnatic как раз в таких ситуациях команда грамотная. Она ждет этого. Она ждет, что соперник поплывет, что соперник посыпется и будет вот играть вот так вот агрессивно. В конечном итоге сыграл как сыграл, бог с ним. Счет 5-7. Сейчас эко-раунд для Virtus.pro. У Fnatic набирает преимущество по раундам, по деньгам. У них все хорошо. Они, в принципе, контролируют игру. И следим, как будут действовать Virtus.pro. Вроде как у нас просматривается засадка небольшая на B. Тут 2D, парни чекают туннели. Ну и все, в общем-то, спокойно. Да, засада на B. На точке A никого нету. А как мы видим, Fnatic как раз просто пятером, вчетвером идут по длине и будут заходить на точку A. Успки по 2000-е у команды Virtus.pro. Из засады они явно прогадали. Fnatic заходят, все чекают, никого не замечают. Кримс откидывает коктейль Молотова. Понимает парня, что из-за этого нужно теперь все более активно проверять. Потому что стягиваются в любом случае парни из команды Virtus.pro. Ну, позиции заняты. Раунд уходит в копилку команды Fnatic. Тут вопрос, сумеют ли кого-нибудь отцелить. Хорошая хэшка в банк. Снак спросил 60%. Тем временем Нео погибает. В этот момент Флуша готов принимать у нас спину. Но в спине, судя по всему, никого нету. И GV делает шашлык, дорогие зрители. Минус 2. Биолетаз погибли. Остается Снакс один на балконе. Прячется с ножом. И погибает все-таки от Денниса. Восьмой для Fnatic. Ну и пока что не самую хорошую защиту демонстрирует Virtus.pro. Был, был какой-то всплеск, когда они стали возвращаться. Но перелом от команды Fnatic. И снова поляки в роли догоняющей команды. Ну, действительно, три раунда после того, как они отдали серию форсбаев. Даже не форсбаев. Один форсбаев и один эко-раунд. Фнатики, ой, Virtus.pro немножко собрались. И демонстрировали неплохой Counter-Strike. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Так, в свою очередь я смотрю, что Fnatic начали действовать агрессивнее. По аналогии... Ой, какой хороший тайминг был для Таза. Но тут был огонь. К сожалению, не получилось Тазу поджать. Он все-таки это сделал. Но игрок команды Fnatic отошел. Фнатики агрессивно отыграли в начале раунда на своих ключевых позициях. Но сейчас мы видим, они немножко отошли. И начали опять играть медленно. Создали немножко экшена. И продолжают стыкнуть свою линию. Сейчас будут чекать длину. И через банан, и район туалетов будут пытаться, судя по всему, давить точку А. Отходит GV? Нет, все-таки не отходит. Я думаю, что будет приглядывать спину. Тут у Fnatic, скорее всего, просматривается заход на А. Три человека у Virtus.pro там укрепили эту позицию. И, в принципе, по точкам вроде как все неплохо. Все будет, конечно же, зависеть от индивидуального мастерства и стрельбы. Первая стычка в туалете. И что? Может быть, это будет плюс для Virtus.pro. В общем-то, неплохо мы отражали Fnatic. Но Fnatic делает все-таки минус с Нео. И должны Virtus.pro сейчас читать этот заход на позицию А. Фнатики действуют крайне аккуратно. Они в преимуществе. Нео погиб. У Снака 61% здоровья. Ну и позиции слишком, наверное, читабельные для команды Virtus.pro. Пашу бицепсо прочекали. Заметил он тень первым. Но не стал почему-то стрелять. В итоге рисковал серьезно. Однако все равно сделал один килл. Биали заходит отлично спину. Начинает спрей. Забирает GV. Забирает Кримзад. Просто царский спрей от Биали. Та, стрелением действует на халпе. Действует за машинкой. И ослевает Денниса. Ну, скажем так, очень тяжело удался этот раунд. Но подуспел вовремя у нас в Биале. И выручил свой коллектив. Восьмой. Восьмой в команде Фнатик. Шестой в команде Virtus.pro. И остается последний. Последний раунд первой половины. Для Virtus.pro, конечно, желательно зацепиться за этот раунд. Для того, чтобы был более комфортным камбэк за атаку. Я думаю, что парни все-таки смогут продемонстрировать за террористов какие-то интересные тактики. А там можно взять и пистолеточку. В общем-то, черт не шутит. Можно, конечно же, все-таки закомбэчить. Тем более, как мы знаем, все-таки Фнатик карта Overpass не такая, чтобы прямо вот... Скажем так, играбельная. И довольно-таки часто мы на ней наблюдаем за шведским коллективом. Биале делает минус Деннис. И хорошие новости для Virtus.pro, чтобы забрать этот седьмой все-таки раунд себе в копилку. 4М ким-излушителям, плюс Паша Бицепс со скаутом. Флуш действует на туннелях. Три человека в районе банана. И команда Фнатик, судя по всему, готова действовать и открывать аплент. Но, с другой стороны, времени еще в вагоны. Маленькая тележка. Можно два раза передумать и ходить туда-сюда. Кримс чекает туалеты. Понимает, что, возможно, ребята, команда Фнатик пробует аркадить. Извините, но, естественно, зачем? Зачем им это делать? С другой стороны, уже на ошибках ловили. Фнатик сегодня своих оппонентов. Поэтому, почему бы и сейчас, например, кому-нибудь из Virtus.pro не пойти? Хотя, конечно же, здравый смысл подсказывает, что никакого резона в этом нет. Потому что ты в преимуществе. Ты можешь просто засесть на точках и сделать свою работу. Снакс играет нас за контейнером. Извините, за машинкой. Паша бицепс как раз-таки за контейнером. Перемещается к банку. Ну и, по-моему, Фнатики готовы действовать. Дживи отлично контролит Пашу, который пытался в прыжках проверить подходы. Снакс делает килл. Однако, он очень серьезно проседает. Если прилетит граната в виде обычной хэшки или коктейль молотова, тогда Снаксу не поздоровится. Но отлично отыгрывает Нео, будучи на халпе. Забирает одного-второго. Вот, Дживи приходит на помощь. Остревает Снакса. Но помогать-то уже некому, кроме глобальной команды Фнатик. Возьмет ли Дживи девятую очко? Скорее всего, нет. Бьяли делает свой минус. Это 8-7 победа шведов. Ну и вторая половина совсем скоро. Ну и если вспомнить сейчас и посчитать те раунды, которые отдали Virtus.pro, это конкретно форсбай после взятого пистолетного и просто эко-раунд уже чуть позже, то, конечно, счет был бы намного приятнее для болельщиков польской пятерки. Снакс сейчас в ситуации 4 в 1 уже. Вроде стал такой на сейфовую позицию, чтобы не умереть. И все равно вышел, и все равно умер. Не складываются у парня, но, наверное, опять же, не хватает. Для того, чтобы обрести уверенность, лучше играть, лучше попадать, нужно вот, наверное, в таких вот аркадных ситуациях. Пару раз поджать, пару раз где-то сыграть агрессивно, сделать минус, и тогда пойдет как по маслу. У нас пистолетка, счет равный, можно сказать, 8-7 в пользу Fnatic, и все только начинается. Fnatic довольно-таки агрессивно в начале раунда действует в районе фонтанов. Virtus.pro спалили все это движение, но никуда не торопятся. Паша Бицепс находится на детской площадке, но, в общем-то, не мудрено, у него уже растет ребенок, и пора уже осваивать качельки. Вот, кстати, интересный экшен у нас тут от GV, он поджал длину, но все-таки отдает эту позицию. Virtus.pro, кстати, не торопится. Вот что-то хорошо, они, видимо, ожидают агрессии от своих соперников, и продолжают играть медленно на вычислении. Слушай, контроль длину, Лофмейстер занимается подходом Винг-П, ну и в итоге вся агрессия команды Fnatic была, грамотно, скажем так, остановлена, не в лоб-в-лоб, но Virtus.pro дали понять своим соперникам, что если фнатики будут пушить дальше, то, скорее всего, они погибнут, поэтому фнатики не стали особо, ну, скажем так, бычить, да, и решили уйти поглубже. Деннис оцеливает у нас с Накса, в этот момент Лофмейстер подлавливает. Все-таки Бьяли уходит Кримс вместе с своим тиммейтом на Плент-Б, но почему? Почему именно сюда? Дело в том, что в Virtus.pro заходят Тана, Плент и ловят флушу, в итоге капитан команды Fnatic пал, и бомбу можно ставить. Непонятное решение от команды Fnatic, кто-то явно неправильно инфанул, и, соответственно, теперь хорошее преимущество команды Virtus.pro. Да, их меньше, но при этом стоит бомба, и позиции четкие. Через банк будет действовать у нас GV, выходит к машине, пытается открыть оппонента. Нашел ли Паша Бицепса? Да, находит. Паше нужно было сыграть, наверное, аккуратнее. Да и вообще полякам, наверное, стоило прожать, видимо, Хелпу или Банк, но они этого не сделали. Остается один-единственный Нео, и он погибает. Девятый раунд для команды Fnatic. И вот как бы плохо они, опять же, не сыграли, отдали полностью Аплент, Virtus.pro зашли, убили флушу, но поляки все равно проиграли. Хорошие новости для Virtus.pro заключаются в том, что они поставили бомбу, и вот что они сейчас будут делать? Я бы на их месте сделал все-таки эко-раунд, потому как Fnatic наверняка готовы к форсу, и закупаются они тоже явно под форс-бай. Ну и Virtus.pro все-таки принимает, как по мне, грамотное решение. Делали все-таки эко, и в следующем раунде мы увидим по-любому девайсы. Сейчас Virtus.pro довольно-таки быстро действует, занимает уже ZIG, и выход на B, но тут все-таки поработал. Кримс пытается забрать у нас Пашу Бицепсов, Луша начинает нашивать у нас железяку, и в итоге раунд уходит в копилку команды Fnatic довольно-таки быстро. Ну и, кстати, многие зрители, я так заметил по чату, написали, что очень сложная эта шутка про качельки, поэтому, дорогие друзья, хотел бы сказать, подожди, это такая шутка, как бы, Паша в реальной жизни ребенок, а качельки внутриигровые. И в итоге вот так вот Ухас сравнил, внутриигровые качельки и в реальной жизни. А еще у самого Уха два ребенка, два пацана. Так что, так что, как это... Поэтому, если вам сложно, то фантазию включите. Нео, Нео действует на детской площадке, забирает нас с Денниса, Флушка действует с Амосом, начинает оцелевать Пашу, и Паш погиб. Ситуация 4 в 4. У GV 22%. Олаф играет за контейнером, чекает банк, Бомба теперь не перетягивается у нас к Бепленту. Ну и тут два человека, команды Ветерсфор действуют на больших, но Кримс как же жестко спреет. Биали и Тас погибли. В итоге 2 в 4. Ну и теперь очень и очень тяжелый раунд, друзья, Олаф. Со скаутом падает большие пески, идет дальше на шифте, с Накс, с флешечкой, выходит, пытается найти оппонентов. У него получилось, минус Кримс и минус Олаф Мейстер. Как же жестко все он меняет. GV, правда, в спине, но это еще далеко. Слышат случайно кого-то непонятно. Вообще, кого правым ухом. Там абсолютно никого нету, но померещилось. В этот момент флеша замечает оппонента в банке. В итоге Снакс чекает балкон. Там никого нету. Бомба лежит. Снакс идет. Кто кого. Ну и тут многое зависит от флеши. Правда, GV уже зашел в спину, его не законтролили, и он находит Снакса. Это 11-7, друзья, в пользу команды Фнатик. Могли разрулить Виртуз Про, сейчас ситуация была 4 в 2. Снакс отлично поработал. Парень включился, сделал великолепных 2 минуса, но чуть-чуть не хватило, не заехало. И, к сожалению, для Виртуз Про они раунд отдают, и сейчас вынуждены опять делать эко. Ну что сказать. В целом, конечно, Виртуз Про борется, пытается, но тяжело. Тяжело, потому что Фнатики у нас такая команда, которая просто на всех турнирах, в которых она принимает участие, она побеждает. То есть нет турнира, которые Фнатики за последние полгода проиграли. То есть, собственно, все турниры там, за исключением, наверное, Дубаи, ESL Дубаи, который был больше как фановый турнир, ну, с довольно-таки серьезным набором коллективов. И это было еще в начале сентября. Вот, наверное, единственный турнир, который тогда Фнатики проиграли, а потом, конечно, выиграли все турниры, которые принимали участие. Ну, мы сейчас не об этом. Снакс сделал 2 минуса, ситуация 3 в 3. Можно попробовать здесь что-то разрулить. И вот же близко человек. Да, ТАС делает минус All of Macer. Можно зайти на Плэнт А, установить бомбу и попробовать разрулить 3 в 2. Отличная возможность для Виртуз Про взять этот раунд, закрепиться в экономике и все-таки попытаться навязать свою игру. ТАС занимает хелпу, слышит левым ухом своих соперников, выходит, впускает, фрифайр и забирает Денниса. Отличная работа. Однако Кримс хорошо разменивает. И остается 1 на 1 против Бьяли. Непонятно, зачем Бьяли просто пошел на опережение, хотя бомба стоит на контейнерах. Он мог просто спрятаться в туалетах и, как мы знаем, как многие делают, скажем так, размансовать за текстуркой на туалетах. Не знаю, зачем так агрессивно играть. Довольно-таки, да, вот ситуация в том, что любой профессиональный игрок знает, что когда у тебя установлена бомба, то тебе нужно обороняться, тебе не нужно атаковать, то есть ты за террористов. Естественно, атаковать должны игроки защиты. Ну, опять же, это динамика, усталость, понимание игры, видение разными игроками и мы тут, как комментаторы, можем рассказывать что угодно, а на самом деле все обстоит немножко по-другому. Бьяли тут пытался занять точку перед Бэдом, он таки агрессивно получил огонь и убежал. Сейчас Virtus.pro занимается тем, что чекают фонтаны, будут пытаться занять шарики и, возможно, встретят какой-то опору, не опору, а я забыл слово. Пожалуйста, я просто забыл, что они должны встретить. Они должны встретить сопротивление. Трамвай, троллейбус встретить, такси. Родители из отпуска. Родители из отпуска должны встретить афнатики в это время как раз играют довольно-таки пассивно на точке типа банк. Виртус.pro раскидывают плент А и, судя по всему, у нас будет сплит заход на точку А 3 плюс 2 через бананы длину. Нео действует у нас пока что на длине. Рядом с ним игрок Атаки. Нео начинает пушить, пытается застрелить Олафа. У него все прекрасно вышло, однако Дживи делает размин. 40 секунд до конца, бомба лежит под Аплентом, врываются игроки команды Фнатик, понимают, что это точно выход на и, возможно, парень с командой Виртус.pro немножко поспешили, хотя, вроде как, более-менее неплохо. Нео ставит бомбу из-за контейнера, находит Флушу, который пытался отстреливать своих оппонентов. Смог, Смог совсем скоро развеется и Снакс, в принципе, может отстреливать Хилпу. Тас, добирай, извините, Снакс, Тас, отстреливает нас живи. Крим с тем временем старается убить игрока на пленте и меняет свое место расположения и, по-моему, уходит на сейв или все-таки постарается, даже если не засейвить, то, скажем так, за собой забрать многих. Но не получилось. Тас, отличная работа, делает два минуса в конце этого раунда и Виртуса, наконец-таки, берут свое. 12-8 пользу Фнатик, но, возможно, что-то получится. Ну, кстати, по деньгам для Доктора Кримса в принципе, можно было подумать над сейвом. На самом деле, ситуация 1 в 3 и, смотри, сейчас Фнатики обязаны делать эко-раунд. По сути, там есть бай только у двоих человека. Был бы Кримс, было бы трое, ну и, возможно, можно было бы... Ну, с другой стороны, опять же, у Фнатик все хорошо по деньгам, все хорошо по раундам, у них инициатива, они играют за дефенс. У Virtus.pro в целом ничего не складывается, хотя они и взяли прошлый раунд, но сейчас, опять же, нужно попотеть и попробовать разрулить. Отличный поджим от LF Мейстера сделал минус Паша и Бьяля его разменял. Бьяля уже заходит на позицию B, здесь вроде как чисто и Virtus.pro должны устанавливать бомбу и забирать этот раунд. Фнатики понимают, что Плэнт B уже занят, стягивается на эту точку, Кримс делал минус Таз, но Нео ответил сразу же двумя убийствами и Снакс забирает Денниса. Остается последний GV с гиблом, находит он Снакса, но Снакс находит его так же, как он находит Снакса, в общем, он его убивает. Ну и что? Фнатики сейчас должны, кстати, опять же, вот довольно-таки интересное решение, будут покупать парни или нет, потому что деньги вроде как есть, жибай такой, пограничить. Да, все-таки решили, при этом мы видим даже Головмейстер играет со Скаутом. У GV есть АВП, две Эмки и один Фомас. 12-9 для Фнатик, ну и Virtus.pro в атаке. И АВП без армора у нас у GV, играет он довольно-таки агрессивно, однако все мы понимаем, что буквально несколько патронов по GV, прицел идет ввысь и GV погибнет, поэтому играть нужно очень-очень аккуратно. Ну, посмотрел только что. Выход на фонтаны, там никого не заметил, Таус просел, 61% здоровья. Ребята из команды Virtus.pro делают дефолт. Бомба лежит, как обычно, как и у любой команды, вблизи Тараскоры спауна, и, соответственно, когда она там лежит, о ней не стоит беспокоиться. И в любой момент можно перетащить ее, будь то она, будь то на бэ. Слушай, на фонтане чекает все те же точки, заметил своего оппонента, не стал стреляться до конца, Теориеном Снак действует через туалеты, через туннели чекает как раз-таки туалет, но там пока лежит смок. Нео проверяет ближние точки, никого не замечает, и можно, в принципе, наконец-таки выстраивать какую-то комбинацию. Ну и вроде как на B-плэн пойдут Virtus.pro. Банан они не проверили, и, соответственно, от этого могут отталкиваться грехи команды Fnatic, потому что, если ты не проверяешь дугу, если не занимаешь длину, соответственно, три человека у команды Fnatic могут принимать точку B. Ну и, я думаю, так и произойдет. Слушай, ты понял, уже уходит своим тиммейтом, или нет? Не стал он этого делать, а вот Деннис делает отличную работу на B-плэнтие. Забирает нас в Биале, неплохо попадает в оппонента. Тем временем, Дживи стягивается через туннели, чекает зигзаг. Тут у нас перед зигом играет игрок Атаки, ну и Флуша находит Пашу Бицепса непосредственно на плэнтие. По хп проблемам команды Virtus.pro. Тасс и Снакс очень серьезно просели, вся надежда, наверное, на Нео. Дживи, кстати, решил совсем уж далеко уйти, и это правильно, 40 секунд бомба, почему бы и нет? Тасс из больших напрягает неплохо, своих соперников. Забирает все-таки Нео, а он-то был ключевым. Ну и Снакс 1. Кстати, вылетает у нас Биале, и совсем скоро будет установлена пауза до того момента, пока этот игрок не вернется. Очень классно действует ФНАТИК. О том, вот ты когда говорил, что, да, не чекалась дуга, из-за этого будут держать B, они уже на тот момент, когда Virtus.pro готовы были заходить на плэнт B, уже были втроем на точке B, и ФНАТИК держали вдвоем А, и довольно-таки изи, изи прочитали своих соперников, и в тот момент уже, когда устанавливалась бомба, там фактически было 4 игрока ФНАТИК. Очень классно действует, 5 своих оппонентов ФНАТИК, просто, ну, то есть, не знаю, майндгейм у них на высшем уровне, своего соперника они видят, опять, как открытую книгу. Отличная игра, закономерный результат. Сейчас ФНАТИК ведут в счете, в принципе, по игре точно так же, ну, несмотря на то, что вроде как ФНАТИК и доминирует своих соперников, Virtus.pro пытается сопротивляться. Игра довольно-таки динамичная и интересная. Постоянно много экшена, никто не тупит, нету каких-то фейлов, все классно. Не знаю, мне нравятся эти две игры, просто единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы Virtus.pro отжали хотя бы одну карту. И не потому, что ты на них поставил. Я на них не ставил, а ты поставил. Да, я как бы ставлю, но, если честно, у меня эти ставки абсолютно... Ну, знаешь, чтобы грело больше, просто грамотная аналитика, вот это мне бы, то есть угадал, не угадал. Естественно, естественно. Никто же не говорит о том, что ты у нас профессиональный ставочник. То есть, озолотиться я не хочу, ни в коем случае на ставках. Ну, мы с тобой не раз говорили о том, что на самом деле ставки такая тема, что вот как сегодня, очень много людей погорело на Na'Vi. То есть, какой смысл, опять же, аналитика, да, элементарная? Не, ну хорошо, смысл, а если кто-то ставил на Na'Vi тысячу баксов, а такие были? Так а зачем? Ну, они были... Ну, как зачем? Ставишь тысячу... Чтобы много выиграть в таком матче, в таком коэффициенте, нужно много поставить. Ну, так тысячу баксов. Ну, классно. И где тысяча баксов? Не, ну так они ставят на фаворитов же. Поставили, молодцы. Поехали. Ну что, GU у нас играет с АВП. Все так же агрессивно. Чекает подходы к фонтанам. Паузу отжали. Лофмейстер откидывает гранаты. Ну, и команда Virtus.pro в целом повторяет свой прошлый дефолт. Однако Деннис через длину действует агрессивно. Перестреливает одного. Стреляется еле-еле с тазом. И таз все-таки здесь оказался сильнее. Но при этом оставшиеся какие-то команды снатик поддержали уже падшего Денниса. И, соответственно, забрали Виктора Войтса. Снакс просел. 16% у него в Яли 75%. Флуша начинает напрягать эту позицию. Очень хорошо. Откинул гранату одну. Прекрасно откинул вторую. И просто сам человек держит на себе вот эти две точки. Снакса остается один против всех. Денег у команды Virtus.pro нету. И они себя загнали в огромную, огромную Яву. И долговую. Кстати, интересно, что фнатики-то играли всю дорогу пассивно за дефенс, а тут сыграли агрессивно. И Virtus.pro оказались к этому не готовы. Отличный тайминг, отличное понимание динамики и видеть игры. Опять же, в очередной раз демонстрирует шведский коллектив. Virtus.pro вынуждены сливать и фактически соглашаются на то, что фнатики забирают 15-й раунд для Virtus.pro по деньгам. Ну, по деньгам вроде как бы и неплохо все, но, опять же, отдают инициативу, отдают 15-й раунд и совершенно совершенно находятся в незавидном положении. Ну, в любом случае, спасибо парням за то, что они дали нам много экшена и довольно-таки динамичную, интересную игру показали в целом против Fnatic. GV делает минус Нео, нет размена, тут же GV подхватывает таза, Бьяли разменивает, все-таки убивает он GV, тут уже сейчас Бьяли должен встретить сопротивление, но передумал Деннис, по-моему, да, это Деннис, Деннис не пошел дальше, Бьяли вроде как понял, что где-то здесь есть оппонент, будет выходить через двери и встречает Денниса. Деннис все-таки делает минус Бьяли, 15-9 и ничья для Fnatic и для Virtus.pro 6 раундов до ничьи, нужно, конечно же, попытаться, попотеть, не знаю, в атаке продемонстрировать лучший Counter-Strike. ВП Лофмейсер, ВП GV, возможно, это последний бай от обеих команд, дело в том, что если Fnatic возьмут 16-е, они, конечно же, победят и ничего у команды Virtus.pro не получится. 5 АК 47-ых, команда Virtus.pro, эмки, калаши, всевозможные девайсы команды Fnatic, бай у них, конечно же, получше, огромное количество гранат, Лофмейсер играет агрессивно в туннелях, тем временем Virtus.pro довольно-таки агрессивно заходит через зигзаг, старается вычислить точку байвелов, Мейсер разжидается с Накса, Луша открывает дверь, замечает о своих оппонентов, откидывает гранаты, немножко проседает, Хаешка, кстати, попала под Таза, очень серьезная, дальше Луша начинает откидывать коктейль Молотова, и ребята из Fnatic решили просто, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ну как так можно? Таз погибает в коктейле Молотова, который горел очень долго, и у Таза там ну огромная, согласитесь, территория, я даже не представляю, что это было, жалко, что мы не посмотрели из глаз Таза, как-то происходило, но ХП было у Таза ну относительно нормально, 40%. Поражение команды Virtus.pro, поздравляем Fnatic, поздравляем болельщиков команды Fnatic, поздравляем мам, папы, всех, кто болел за Fnatic, ну а также тех, кто встал на команду Fnatic. С вами был Арсений Сен-Треноженко и Алексей Ухомалецкий. Спасибо вам, дорогие ребята, обязательно приходите еще послушать нас, очень много мы будем для вас комментировать, и не забывайте, что вы самые лучшие зрители. Спасибо вам, хороших снов.